Здравствуйте, товарищи! Колхозницы и колхозники! С праздником вас! За Путина, за его конституцию, за стабильность. За голоса избирателей. В каком плане боремся? В том плане, чтобы все могли высказаться. Мы хотим этого. Потому что вы сами прекрасно знаете, очень многие люди говорят о том, что выборы несправедливые, все до нас решено. А я хочу сказать, что у нас здесь все по правде, все справедливо. А это градообразующее предприятие поселка Березовский. Маганский психоневрологический диспансер. Здесь незадолго до закрытия участка проголосовали более 85% избирателей. Явка высокая. Члены участковой комиссии рады, ведь от явки зависит размер их премий. Одна беда. В диспансере у больного выявлен коронавирус. Но больницу на карантин решили не закрывать и участок работает. Правда, избирателей мы здесь так и не встретили. Мы-то сидим в масках и в контакте мы не были. Контактные люди, все, кто были в контакте, они отстранены от работы. Роспотребнадзор им выдал документ. То есть и они сюда на участок нам не приходили. А вот на участок в поселке Верхняя Базаеха даже скотина идет. Место, видать, хорошее. Может, за викториной. Здесь, кстати, купоны раздают сами члены избирательной комиссии. Наблюдателей на участке нет. То есть пришел голосовать, кто у нас член комиссии свободный, тот выдал бюллетень, соответственно, выдал лотерею. Здесь, в Верхней Базаехе, явка ниже, чем на обычных выборах. Говорят, многие обижены на Путина за пенсионную реформу, за отсутствие работы. И голосование бойкотируют. А те, кто на участки приходят, в основном голосуют за. Здесь шутят. Вот если волки и медведи голосовать могли, они здесь крадут собак и гуляют по улицам. Было бы еще лучше. За два часа сюда так никто и не пришел голосовать. Настроение у населения нулевое. Не поддерживают, вы имеете в виду? Не поддерживают, да. Мое мнение – за. Потому что, ну, как бы то ни было, процесс идет, и нужно верить в лучшее. А если говорить нет, ну, это просто замкнуться и сидеть здесь, дожидаться своей участи. Кажется, люди здесь готовы цепляться за любую надежду. Действительность слишком неприглядна. Работы нет, молодежь уезжает, школы закрывают. И так хочется верить, что во всем виновата старая конституция. Вот примем новую, и тогда заживем. Виталий Поляков, Александр Карпов. Новости ТВК.